Компания Mercedes-Benz представила концепт безопасного автомобиля завтрашнего дня. Машина создана на базе гибридной версии кроссовера GEL-E класса последнего поколения и оснащена системами активной и пассивной безопасности, которые, как считают немецкие инженеры и конструкторы, помогут сделать автомобиль существенно безопасным. В частности, по мнению немецких инженеров, все машины в ближайшем будущем будут оснащены системами автопилота, которые полностью возьмут на себя управление машиной. При включении автопилота, педали тормоза и газа будут утапливаться в специальных нишах, а вот руль у Mercedes-Benz будет не полностью убираться, как у концепта BMW или Peugeot, а только слегка утапливаться в панели, чтобы в критической ситуации водитель имел бы возможность максимально быстро перехватить управление машиной. Учитывая, что появление машин с автопилотами неизбежно вызовет недоверие со стороны пешеходов, инженеры Mercedes-Benz предлагают оснастить машины внешними дисплеями, на которой будет выводиться информация для пешеходов о действиях автопилота. К примеру, когда машина останавливается, чтобы пропустить пешеходов на дисплее, размещенном на месте фальш-радиаторной решетки, появится зеленая подсветка, информирующая пешеходов, что автопилот их пропускает, и можно будет безопасно перейти дорогу. При этом на втором дисплее, интегрированном заднее стекло, будет передаваться для сзади стоящих водителей видео-картинка переходящих пешеходов. Кроме того, с помощью этого же дисплея система автопилота будет информировать сзади едущих водителей о дорожной ситуации. Если же машина сломается или попадет в аварию, то на крыше появится знак аварийной остановки, а из-под заднего бампера автоматически выкатится маленький робот со светящимся знаком аварийной остановки, который отъедет от машины на безопасное расстояние для предупреждения других водителей. Особое внимание инженеры Мерседеса уделили безопасности детей. Согласно результатам краш-тестов, самое безопасное расположение детской люльки в салоне машины, когда она расположена против входа автомобиля. Однако водители предпочитают устанавливать люльку по ходу движения машины, чтобы через салонное зеркало контролировать ребенка. Для решения этой проблемы инженеры компании Мерседес установили видеокамеру, чтобы водитель мог через монитор видеть малыша, но а также оснастили люльку массой датчиков, следящих за температурой, пульсом и дыханием ребенка. Ну и разумеется, машина оснащена массой электронных помощников, помогающих водителю безопасно управлять автомобилем, если он решит отключить автопилот и перейти на ручной режим управления. Как ни печально, но в современных автомобилях еще не скоро появятся автопилоты, способные на законном основании полностью взять на себя управление машиной. Дело в том, что юристы и страховые компании категорически против принятия закону, разрешающих эксплуатировать машины в режиме автопилота, так как в случае аварии очень сложно будет установить виновник аварии. Ну и кроме того, это позволит любителям спиртного безнаказанно управлять машиной в нетрезвом состоянии, так как если их попытается остановить полицейские, то пьяный водитель тут же включит автопилот и скажет, что машиной управлял не он, а автопилот.